Его надо заполнить. Еще 8 марта, когда в Грузии вспыхнули протесты против закона об иностранных агентах, общество разразилось вопросом. Что такого в этом законе? Более того, такой закон существует в США с 1938 года. Люди начали обсуждать, что есть две версии закона, российская и американская. Тогда я задался вопросом, есть ли законы и правда идентичные. Примите вы американскую версию, ведь в этом случае всяким либералам-оппозиционерам нечего будет сказать. Хотели щепотку западной демократии? Получайте. В итоге грузинская власть из-за протестов отказалась от обеих версий. На фоне грузинских протестов в нашем обществе разгорелась дискуссия по теме. Почему в США такой закон есть, а другим странам его иметь нельзя? Тогда у меня были вопросы, а сейчас я сам могу ответить, чем отличается закон в России от закона в США. Для начала задам очень важный вопрос. Посмотрите на экран. Сколько пунктов относится к вам? Если больше трех, значит вы живете не той жизнью, которую хотите. Но в этой проблеме вы не одиноки. 75% россиян недовольны своей работой. Можно изменить свою жизнь, освоив новую профессию Python-программиста. Это прибыльно и работать можно из дома. За 10 месяцев вы пройдете курс, даже если до этого не шарили в компьютерах. Это самый простой и логичный, а в то же время востребованный язык, на котором делается куча различных сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Сейчас у онлайн-университета SkyPro идет набор в уникальный поток, где 5 лучших студентов получат оплачиваемую стажировку, или проще говоря, оплачиваемый проект еще во время обучения. Что за проект, спросите вы? Вот пример. Студент SkyPro создал для них телеграм-бота, который отслеживает цены конкурентов и уведомляет о всех изменениях. Как результат, вы можете не только окупить обучение, но и получить еще один уникальный кейс для своего портфолио, помимо 7 других проектов, которые будете выполнять во время обучения. Еще каждого студента ждет постоянная поддержка куратора, диплом и, конечно, карьерный центр, который начинает потеть, чтобы довести вас до трудоустройства. Вам помогут составить сильное резюме, подготовиться к собеседованию и научат отличать перспективные вакансии от невыгодных предложений. Если сомневаетесь, есть полный возврат средств в первые 14 дней. Так что время подумать есть. Все это реально. Стоит только перейти по ссылке в описании или отсканировать этот QR-код. Не забудьте промокод MYGAP50, чтобы получить скидку 50% на любой курс SkyPro. Из прошлого выпуска вы помните, что главный мотив принятия российского закона об инагентах звучит так. А че это в США можно, а нам нельзя? Почему они оградили себя соответствующим образом от влияния из-за рубежа и используют этот закон на протяжении десятилетий? А почему мы в России не можем этого сделать? Все сводится к такому тезису. В США этот закон приняли еще в 38-м году. Вон, посмотрите в Википедии. Так и написано Foreign Agents Registration Act. Фара получается, а переводится как Закон о регистрации иностранных агентов. Какие еще нужны доказательства? Ну что ж, давайте откроем этот древний закон. Вы его видите на экране. Ну, и правда. Вот 38-й год, вот формулировка иностранного агента, вот штраф по 1000 долларов, что в переводе на наши деньги 21 тысяча баксов. А если лицо умышленно не зарегистрируется в реестре иноагентов или подаст ложные сведения, то его вообще могут посадить на срок до двух лет. Ну, вот вы все и выяснили. В США этому закону уже больше 80 лет и наказание строже. Вы знаете, кому отправить это видео. Увидимся на следующей встрече. Ну, примерно так действуют охранители решений наших властей. Что ни делай, все во благо. Мы же разберем детали. Для начала контекст. 38-й год. Скоро начнется Вторая мировая. Во всем мире конкурируют три идеологии. Капитализм, коммунизм и нацизм. В США принимается закон для ограждения от идеологии недружественных стран. Короче, от пропаганды. И это не то, чтобы я сейчас задним числом придумал. Это указано прямо в пояснительной записке к законопроекту, да и прописано в самом законе. То есть, закон вводился для запрета распространения чуждых идей на своей территории. Для того времени такой подход был абсолютной нормой. СССР также боролся и старался не пускать идеологию буржуазии и космополитизма. Время было такое. Кстати, помните цитаты? Мол, инагенты — это вообще давнее изобретение США. Этот закон придуман не нами. Мы не запрещаем работу этих организаций. Так же, как в Штатах. Только без такой жесткой регулятории, как там. Вплоть до уголовной ответственности. Так вот, все это время нам вдалбливали, что формулировка «иностранный агент» была придумана Штатами. Возможно, вы сейчас расстроитесь и удивитесь. Ведь оказывается, что все это время нам говорили неправду. В реальности там используется формулировка «агент иностранного принципала». Вроде бы отличие небольшое в словах, только это, небольшое отличие, меняет абсолютно всю суть. В нашем случае «иностранный агент» — это понятие вакуума, которое дается по желанию исполнителя. В современных реалиях, если много болтаешь и не согласен с партией власти. В случае со Штатами, агент, которого нужно занести в реестр, находится не в вакууме, и вообще, этот агент никакой не иностранный. Он просто агент, то есть представитель иностранного заказчика. И на первый план выходит не сам агент, а как раз иностранный заказчик. В том законе, на который так любят ссылаться власти, сначала идет определение иностранного принципала, и только потом агент. Агент иностранного принципала означает любое лицо, которое занимается связями с общественностью от имени иностранного лица. Да, здесь и правда есть похожее с нашим законом, в части, что ни хрена четко не указано, насколько это частичность финансирования из-за рубежа, но здесь четко прописана связь с иностранным заказчиком, чего у нас нет и в помине. Тут мы получаем первое и, по сути, ключевое отличие – обязательство указания заказчика. У нас ни слова не сказано, агентом какого государства является этот человек или эта организация. И уже только по этому фундаментальному отличию, имея в нашем законодательстве американскую версию закона, мы бы не смогли признать инагентами блогеров и журналистов, которые зарабатывают на рекламе, мы не могли бы признавать артистов и других деятелей культуры, которые зарабатывают на выступлениях, а разные некоммерческие организации, которые чаще занимаются защитой прав граждан, власти вынуждены были бы в каждом отдельном случае расследовать, находить у них иностранное финансирование и того самого иностранного заказчика, который определяет их деятельность. Просто так лицо в вакууме ничьим агентом быть не может. Это можно понять, просто вбив в Википедию слово «агент». Почему до этого не додумывались люди, которые читают заголовки статьи Википедии Фара, непонятно. И в целом на этом можно было бы уже заканчивать выпуск, потому что вот эта вот незначительная формулировка меняет коренным образом всю суть законов. Но зря я что ли в законах копался и научные работы читал. Давайте сразу же второе отличие. Помните, я в прошлом выпуске говорил про широкие трактовки? Ну, мол, ведь конкретно напрягали резиновые формулировки. Независимо от организационно-правовой формы, получают деньги от иностранных государств. Само понятие государства тоже очень широкое. Ведь даже не правительство. Так вот, здесь указано сильно точнее, от кого не нужно получать деньги. Вместо широкого иностранного государства мы видим правительство, зарубежные лица и организации. Да, тоже много, но есть два «но». Тут надо еще доказать, что агенты действуют именно от этих и для этих лиц. То есть условно-рандомные донаты, доход от условного рутюба и тем более абстрактное иностранное влияние, в отличие от российского закона, не являются основанием превращения в агента. И еще важный момент, господа, не забывайте. Мы обсуждаем доисторический закон 1938 года, который уже тогда был четче прописан, чем современный наш. И, конечно, за 80 лет он менялся. Вообще, на протяжении 80 лет закон менялся 12 раз. Вот вы видите на экране его хронологию. Так, чтобы превратить любого человека в иноргента, нам потребовалось 10 лет. Чем же они занимались в таблет 80? Да, если попытаться отзеркалить российский подход на американское право, то за 80 лет штаты должны были признавать иностранным агентам за мысли преступления. Но там развитие шло по иному пути. Более того, со временем закон не только ужесточался, как в период Второй мировой, а в некоторых аспектах он, наоборот, ослаблялся. Например, в 42-м, в разгар Второй мировой, с одной стороны, увеличили штраф с 1000 до 10 000 долларов, а планку тюремного заключения подняли до 5 лет. Но вместе с этим управление законом было передано из Госдепа в Министерство юстиции. Министерство же разработало практику попыток добиться соблюдения закона, когда не возникала необходимость судебного преследования. Они начали рассылать информирующих потенциальных агентов о существовании ФАРа и их возможных обязательствах по нему. Но не от доброты душевной, конечно, получение письма и нерегистрацию, в случае чего, могли в суде рассмотреть как умышленное уклонение. Тем не менее, вылезает еще одно критическое отличие. Потенциального агента, иностранного принципала, пытаются сначала проинформировать письмами, что ему следует бы зарегистрироваться. И внимательный зритель еще в прошлом выпуске мог обратить внимание на это. 17 августа 2017 года Минюст США пишет письмо американской Russia Today с требованием зарегистрироваться их в качестве инагента. То есть, даже в современное время, даже в отношении здоровенного пропагандистского холдинга, полностью финансирующегося из бюджета иностранного государства, который не раз замечали во вбросе фейков, даже эту контору уведомили заранее. У нас же, как вы помните, люди узнают, что они инагенты из новостей после конвейерной отгрузки списков Минюстом в пятницу вечером. Таким образом, мы получаем отличие номер 3 – предварительное уведомление. Тут сразу же вылазит отличие номер 4 – кто регистрирует. В Штатах добиваются, чтобы лицо зарегистрировалось самостоятельно. У нас регистрирует Минюст. Кстати, формулировка фара появилась как раз только в 1942 году. И именно тогда вели исключение. Отечественные СМИ иностранными агентами не являются, если более 80% предприятия владеют американцем. А редакционная политика не зависит от конкретного иностранного лица. Кстати, занимательный факт. Несмотря на то, что в медиа чаще всего позиционируются, мол, фара была принята против именно нацистской пропаганды, самое первое уголовное дело было заведено против трёх советских пропагандистов. В 1939 году неких Раша, Лискина и Вайнберга признали виновными за то, что они продавали печатные материалы, изданные в Советском Союзе, и по сути являлись агентами организации «Международная книга СССР», которая контролировалась Наркомом внешней торговли, который является органом советского правительства. Трём ребятам впаяли штрафы и дали сроки в несколько лет. В том числе им вменили умышленную попытку уклониться от регистрации фара. Если здесь есть эксперты по СССР, напишите в комментариях, что бы в то время сделали в Советах с подобными гавриками за распространение буржуазной пропаганды. Хотя я всё-таки не поленился и залез в Уголовный кодекс РСФСР. Вот что я нашёл. В кодексе 22 года есть статья 57, где помощь международной буржуазии является государственным преступлением. 71 статья, где прямо прописана пропаганда и агитация. Сейчас будет тоже интересна формулировка. В направлении... В направлении только, да? В направлении помощи международной буржуазии карается изгнанием из РСФСР или лишением свободы не менее, чем на 3 года. Максимум не установлен. Также отдельно вынесено изготовление, хранение с целью распространения агит-литературы заключения не менее одного года. В кодексе 26 года суть осталась та же, просто номера статей чуть поменялись. Но всё так же отдельно выделяется буржуазная пропаганда, за которую следует изгнание, или минимум 3 года строгой изоляции и минимум год за распространение литературы. Этот кодекс действовал до 60-го года, позднее термин «буржуазная пропаганда» заменился на антисоветскую. Распространение литературы и пропаганда слились в одну статью, и теперь любые действия против действующей идеологии карались тюрьмой на срок от 6 месяцев до 7 лет, или ссылкой на срок от 2 до 5. Забавный факт. В Советском Союзе существовала ещё статья в Уголовном кодексе за пропаганду войны, в какой бы форме она ни велась. За это можно было присесть на срок от 3 до 8 лет. Это было нужно для понимания контекста того времени и войны идеологии. Вернёмся к США и их уголовщине за угрозу идеологии капитализма. Чтобы вы понимали, количество заведённых уголовных дел, вот вам статистика на экране. Вы видите, что больше всего дел было заведено как раз во время Второй мировой войны, но после её окончания возникает резкий спад. Если раньше за 6 лет было заведено 19 дел, то затем за 21 год всего 12. Затем за следующие 20 лет всего 2 дела. Чё случилось-то? Неужели пропаганда закончилась? На самом деле, закон, созданный изначально против пропаганды, начал трансформироваться в защиту от лоббизма. Я понимаю, что при просмотре ролика у вас мог возникнуть дискомфорт от обилия иностранного текста, но вы как хотите. Не знаешь английский? Ты ограничен сферой деятельности только в пределах родной страны и упираешься в потолок по зарплате. В обратном же случае для тебя открыт весь мир. ИСКН подготовил специальный курс, который поможет айтишникам перейти на новый уровень. Цель программы – получить оффер в иностранной компании и кратно увеличить свой доход. Если вы работаете разрабом, аналитиком, дизайнером, проектом или продактом, то курс подойдет идеально, потому что вам не только дадут необходимую лексику, но и научат общаться с инагентами, но и научат общаться с коллегами, проводить собрания, отстаивать идеи и грамотно писать письма, и, само собой, проходить собеседование, вести переговоры так, чтобы получить работу с зарплатой мечты. Ну и, конечно, отдельно поработают над вашим деловым имиджем в Линкт-Ине, чтобы рекрутеры заваливали вас интересными и высокооплачиваемыми предложениями. А теперь ёмко. 160 часов занятий с личным преподом и самостоятельной практики на реальных задачах, 20 часов разговорных клубов по вашей специальности, а после каждого модуля финальное собеседование с носителем языка. Офигенно? Офигенски. Да. Поэтому зачем ждать? Переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код, чтобы открыть для себя целый мир. Тем более, что сейчас на курс действует скидка 22%. В 66-м году происходит ключевой разворот закона в сторону не расширения, как вы могли подумать, а наоборот, сужение термина агент иностранного принципала. Когда идеологическая истерия начала спадать, Штаты сместили фокус внимания с пропаганды на процессы по изменению американского законодательства. В правках добавляется вот такая строчка, что агентам иностранного принципала признаются чел, который участвует в политической активности для и в интересах иностранного принципала. То есть теперь надо доказывать, что полученные средства используются исключительно в интересах иностранного принципала, который хочет повлиять на законы или акты. Да и само понятие иностранного принципала сузили с пяти пунктов до трёх. Помимо этого, генеральному прокурору дали больше гибкости в внимание, исключении из списка регистрации агентов. Вот ещё на экране список изменений. А важный момент для нас вот какой. Запретили включать в договоры с агентами contingency fee, переводя на русский, это гонорары за успешную работу. Какую ещё нафиг успешную работу иностранных агентов? Чтобы понять, от чего именно пытаются защититься власти США, покажу вам наглядный пример. Для этого нужно поднять архивы Конгресса 50-х годов. На 472-й странице описывается история парламентского расследования. В США существовал акциз. 5% на отремонтированные запчасти. Создаётся комитет, который против этого налога, состоящий из автомобильных фирм, которые этот акциз и оплачивают. Затем комитет нанимает юрист-лоббиста Гарольда Гольфпенни, который добивается отмены акциза на, естественно, законодательном уровне. Так вот, Гарольд справился со своей задачей. Добился отмены акциза, за что ему выплатили гонорар в размере 10% от уплаченного всеми фирмами в 47-м году. Господин Гольфпенни за свою лоббистскую деятельность получил полмиллиона долларов, переводя на современные грязные бумажки это под 7 миллионов. Вот именно такой гонорар отменили поправками к закону об инагентах в 66-м году. Да, вам сейчас может показаться странным, ведь вы ожидали, что мы врагов народа будем обсуждать, а тут лоббисты какие-то. Но именно так этот закон сейчас используется в большинстве случаев. Такова была судьба закона, изначально нацеленного на идеологическую пропаганду, а потом с 66-го года начал фокусироваться на изменение законодательства. Еще раз обращаю внимание. История с Гарольдом Гольфпенни произошла где-то в 47-м году. В 50-м в ходе расследования выяснили детали этого и других дел, а поправки приняли только в 66-м. Таким образом, мы получаем отличие номер 5. Скорость изменения закона. Здесь возникает вот какая штука. Из-за большого количества групп интересов и реальных разделений ветвей власти ключевые изменения в закон вносятся очень долго. Если интересно, почитайте вот эту монографию. Там подробно описано, как долго со скрежетом, дебатами и доказательством менялись законы. Там где-то в 79-й странице описаны все эти распри удачи и неудачи. Понятно, что историй, как у Гольфпенни, было сильно больше. Даже там на той странице архивов Конгресса описаны другие истории. Но конкретным триггером для смещения фокуса закона с пропагандистов на лоббистов послужило конкретное событие. Сайт Минюста прямо говорит, катализатором выступили экстессы с сахарными квотами. ЧЕГО НАХО... ЧЕГО НАХО... Но кому это интересно, будем честны, давайте самую суть. США выдавала квоты, то есть нормы, по закупке сахара у разных стран. Ну, то есть вот государство решало, что у Мексики купим X тонн у Китая, Y тонн у Кубы Z тонн. И так по многим странам. И вот в 62-м году Кеннеди развязывает торговую войну с Фиделем Кастро, разворачивая санкции на экспорт и импорт товаров, чтобы... Уменьшить способность режима Кастро, тесно связанного с китайско-советским блоком, участвовать в актах агрессии, подрывной деятельности или других действиях, угрожающих безопасности США и других стран полушария. Эх, где-то мы это уже слышали, но нас в этой истории интересует сахар. И вы уже догадываетесь, что раз кусок кубинского пирога с квотами стал ничейным, то остальные страны принялись его делить. Я даже нашел статью из юридического журнала университета Дьюка, в котором уважаемые дядьки накатали 12 страниц под заголовком «Лоббирование иностранными правительствами поправок к закону о сахаре». Тут они дают список из 10 лоббистов, которые боролись за пирог. Мексика, Китай, Никарагуа, острова Фиджи и другие. В результате произошли какие-то дикие акт коррупции. Произошли нерациональные решения. Во-первых, квоты получили страны, находящиеся на другом конце света Австралии, острова Фиджи, Индия и Маврикия. Что, как бы, в случае экстренной необходимости быстро поставить-то не смогут. Во-вторых, сенатор Фулбрайт описывает еще разные, вероятно, коррупционные приколы. Панама может поставить только 5000 тонн на экспорт, но ей дали квоту в 15. Гватемале дали квоту в 20, но она с прошлогодней квотой справилась наполовину, хотя она была меньше. И прочие похожие истории. Ну и в завершении вывод. Возможно, что лоббисты перестарались в 1962 году, и будущее не будет к ним благосклонно. Еще до того, как Сенатский комитет по международным отношениям начал официальные слушания по их деятельности, его сотрудники подготовили доклад, в котором потребовали от Министерства юстиции ужесточить применение существующего законодательства в отношении иностранных агентов. Оно и привело. Через три года в закон вводится уточнение про политическую деятельность для или в интересах иностранного принципала. И если в прошлом выпуске я сетовал, что в российском законе не указана формулировка политической деятельности, то здесь она появляется уже в 1966 году. Они сформулировали так, что любая деятельность, в том числе пропаганда, которая влияет на должностное лицо Соединенных Штатов, либо на часть общественности, которая приводит к формулированию, принятию и изменению внешней или внутренней политики Штатов. На какого чиновника влиял Галкин, в пользу какого иностранного правительства гипнотизировали людей правозащитной организации, ну, у нас неизвестно. Еще один бросающийся в глаза пункт. Вот это здоровенная балда, которую по закону должны ставить все признанные инагентами в России. А остальные должны обязательно при репостах указывать, что он инагент, даже если мы находимся на сайте Российской Академии Наук. Так вот, в США есть такой же пункт об обязательной маркировке. Об этом нам говорили власти. Требования об обязательности маркирования информации, созданной организацией, выполняющей функции иностранного агента, не являются новым для российского законодательства. Возможность признания физических лиц иностранными агентами предусмотрена законом США об иностранных агентах. Как вы помните из прошлого выпуска, американская Russia Today была признана агентом иностранного принципала. Залезаем на сайт, но никакой балды не видно. Протыкиваем статьи, тоже ничего, листаем вниз страницы, находим вкладку «А нас», кажется... А, нет. Вот в самом низу указано, что СМИ финансируются из бюджета РФ. Дело в том, что, да, требования к маркировке-то есть, только вот оно кратно проще, чем наше. Там нет обязательства писать капсом рядом с заголовком, сама надпись меньше, допускается изменение, и да, они прямо пишут, что в целом-то можете засунуть в графу «О нас». На соцсети такое правило распространяется тоже, так и поступают агенты иностранных принципалов. Там нет требований маркировать каждое сообщение отдельно. Кстати, сейчас вы видите еще одну крупную СМИ, финансируемую Китаем, но признанную агентом. Есть только единственный случай, где нужно указывать балду в начале письма. Это если происходит рассылка путем СМС. Важно сказать, что штрафы в законе США прописаны сильно жестче, здесь вплоть до тюрьмы. Только вот обстоятельства другие и требования другие. Один раз на одну из своих страниц добавляешь и все, не надо вставлять эту балду в каждое сообщение. И еще важное уточнение. Маркировка относится только к сообщениям, которые транслируются в пользу опять же иностранного принципала. То есть, даже если агентом признано частное лицо, его не обязывают в личный блок с котиками каждое сообщение маркировать этой балдой. У нас же в законе нет того самого иностранного заказчика, а значит, невозможно отделить агентскую информацию от неагентской. У нас решили сделать проще маркировать все сообщения в интернете. Это напрямую следует из конструкции законов. Можете посмотреть. Наши требования к маркировке куда шире требуют маркировать каждый текст в интернете и самое главное проникает в твою личную жизнь. Но тут справедливо отметить, что многие российские инагенты это правило не соблюдают по нескольким причинам. Маленькие штрафы для физлиц экономически и физически не связаны с Россией, особенно после 24-го, или просто считают абсурдом маркировку в личном инстаграмчике, экстремистском инстаграмчике. Да и правоприменение пока не поставлено на конвейер. Но тут выдекает другая характеристика ручное управление. Мы с вами даем возможность министерству юстиции принимать точечные ответные меры. Именно такова идея этого закона. В целом задача у нашего закона такая, чтобы дать широкое поле для маневра власти. На первый план выходят не общие правила для всех, а понятия. Ну, то есть «мног пиз** будем тебя душить». О чем в целом говорит Минюст прямо, почему в 2022-м инагентами признали чуть ли не в два раза больше, чем в 2021-м. Мол, дискредитация того, что происходит в стране, поэтому ты становишься инагентом. Все просто. А Роскомнадзор радостно рапортует, что в 2022-м составил административных протоколов в три раза больше, чем годом ранее, а суды назначили штрафов на 225 миллионов больше. Да, и пока я допиливал сценарий, опять выборочно впаяли штрафы Нойзу МС и Татьяне Лазаревой. Не исключено, что сотрудники решили набить себе на халяву пару палок. Добавим ко всей истории еще анонсирование расширения закона по третьим лицам. Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их не лишить вообще финансирования и возможности зарабатывать деньги? В этом выпуске было много информации и поверьте еще много не сказано. Например, мне пришлось прочитать вот эту монографию, написанную чуваком из РАН еще в 15-м году. Собственно, благодаря этой работе я узнал связь закона США с лоббизмом. Да и вообще, что такое лоббизм, я по сути изучил, готовя выпуск. Кстати, у лоббистов есть даже своя профессиональная ассоциация. Совсем там в своем западе загнивают. Ну, если вы дотерпели до этого момента, давайте подведем итоги отличий. Первое. Связь с принципалом. В США обязательно у нас про заказчиков не сказано вовсе, что совершенно меняет смысл закона и его применения. В целом, уже тут можно сказать, что это два разных закона в принципе. Второе. Вытекает из первого. У нас по дизайну самого закона признать можно кого угодно. Третье. В США тебя могут информировать, чтобы ты зарегистрировался или за это время подготовить обоснование, почему ты не подходишь к критериям агента. Напоминаю, что даже Russia Today зарегистрировали только через три месяца после официального уведомления Минюстом США. Четвертое. Опять следствие из предыдущего. В США обязательство регистрироваться лежит на самих лицах. У нас же вносят иноагентов Минюст в одностороннем порядке. Пятое. Если же госорганы США усмотрели признаки иноагента, то в своем уведомлении укажут причину. Опять же вспоминаем кейс Russia Today. Там указывалось сразу, что управляется из-за рубежа, при этом там здоровенное письмо на десяти листах, поясняющее, кто с кем как повязан. А если регистрируются по самостоятельной инициативе, то там тоже в каждой анкете описываются обстоятельства. Для примера, посольство Великобритании поручило сделать сжатый отчет о настроениях разных профессиональных групп по поводу не прошедшего там какого-то законопроекта Enablers. Есть вообще забавный чел, который является массовым лоббистом организаций из Марокко, Катары и Кювейта. Вообще, когда мы рандомно пооткрывали реестры, то в нашу выборку попало большинство людей, которые так или иначе выходили на контакт с чиновниками из США, что по закону является лоббистским контактом. У нас же только недавно Минюст в некоторых случаях начал добавлять комментарии с описанием причины добавления, но даже не в реестр, а в свой пресс-релиз. Отличие номер 6. Прозрачный реестр. Я напомню, что наш реестр представляет PDF-файл, который просто указывает, что Ваня стал иногентом по такому-то закону. В США реестр интерактивный, в котором можно по-разному отфильтровать, например, по иностранному принципалу, и к каждому агенту прикреплены ссылки на документы с обоснованием. Там же есть анкета на каждого, где есть вся информация. Собственно, эти анкеты я вам сейчас и показывал. Можете сами зайти и посмотреть. Вообще создается впечатление, что сравнительно с законом США задача нашего закона завуалировать причину применения и создать геморрой человеку в обычной жизни. Маркировка опять же это подтверждает. У нас требуется в каждом сообщении, даже в личном, в экстремистском инстаграме с заглавными буквами. В США же достаточно обычной надписи в странице о нас только в профильных аккаунтах. Наш закон за всю свою историю только расширялся. В США же он модифицировался, где-то расширялся, а где-то сужался. Да и правки к закону делались в ходе конфликта нескольких групп в течение нескольких лет. У нас же если приняла Госдума, то там буквально несколько недель до того, как президент подпишет. И последнее. Если раньше у нас понтовались, мол, так же как в штатах, только без такой жесткой регулятории, как там, вплоть до уголовной ответственности, то с конца прошлого года мы так понтоваться не можем, ведь мы тоже ввели уголовную ответственность. А тут еще на носу введение понятия третьих лиц, которые волей-неволей помогли иногенту. Ну, в общем, как-то так. Казалось бы, США ввели закон об иногентах в 1938 году. Ну, да, ввели. Но, как говорится, есть нюанс. При этом, хоть и в большей части закон касается лоббистов, здесь встречается выборочное применение. Например, китайское СМИ в иногента засунули. Russia Today после истерии российского следа в выборах Трампа засунули. Но вот британское BBC нет. Или вот, сенатор недоволен, почему СМИ из Катара, зарегистрированное в США, не регается в качестве иногента. То есть, безусловно, к их закону тоже есть вопросы. Но они кажутся пшиком по сравнению с резиновым, всеядным, извращенным российским вариантом, который только и делают, что ужесточают. При этом, я считаю, в корне неверным называть наш закон российским вариантом. Закон США направлен в первую очередь на иностранных заказчиков и деятельность исполнителей от их имени. Наш закон выкинул позицию заказчика вовсе и направлен на своих же граждан. Очень хорошо подытожил наш зритель с предыдущего видео. С одной стороны, власти говорят, что с США идет весь Содом и Гаморр. А с другой, берем оттуда самые неоднозначные вещи, так еще умудряемся исковеркать их до полного извращения. Вы знаете, кому отправить это видео? Увидимся на следующей встрече. Субтитры 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 Субтитры